Всем привет! Меня зовут Тоня, я стилист и автор курса Сила стиля. Если видите меня впервые, приятно познакомиться и добро пожаловать! Я напомню, что теперь в каждом видео я разыгрываю маленький подарочек для вас в знак моей благодарности за вашу активность на моем канале. В конце этого видео я расскажу, кому отправятся мои любимые масочки от Гарниера, а также расскажу, что разыграем сегодня. Поэтому обязательно досматривайте это видео до конца. Ну а тема сегодняшнего видео это самая трендовая и при этом самая удобная обувь, которая не доставляет никакого дискомфорта на лето 2021. Да, модная обувь может быть комфортной и стильной, и моя сегодняшняя подборка лучше тому подтверждения. Ссылки на все модели я оставлю, как обычно, в описании к видео, поэтому ищите такой вот мини-шоппинг-лист там. Ну и не забывайте подписываться на мой канал, нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать остальные видео, и будем начинать. Итак, разнообразие трендовой обуви на это лето, ну просто зашкаливает. Я уверена, что абсолютно каждая сможет найти идеальный вариант под свои нужды, свои возможности, вообще свой гардероб и стиль. Сегодня, напомню, ориентируемся на удобство и актуальность моделей, поэтому свою подборку я начну, ну, пожалуй, с самого трендового, удобного варианта на это лето. Это стеганые и дутые шлепки и сандалии. Как правило, это мягкие, довольно-таки массивные модели, которые смотрятся очень стильно и могут быть частью любого, не только повседневного образа. К примеру, модные сандалии прекрасно сочетаются с женственным платьем в бельевом стиле или даже с летним брючным костюмом, особенно если это кожаная обувь. Кстати, одной из самых популярных моделей в этой категории сейчас является новая версия культовой модели с двумя ремешками Birkenstock. Всем, я уверена, она знакома. Так вот, она получила новое обрамление и теперь, на мой взгляд, стало выглядеть, ну, гораздо привлекательнее. В общем, классный, пока не надоевший вариант обуви, который может быть акцентом и вытягивать любой, даже самый заурядный образ. Я вообще всегда рекомендую рассчитывать свой бюджет на обновки к ближайшемуся сезону так, чтобы небольшая часть как раз была потрачена на такие носибельные, но в то же время яркие тренды, которые будут дополнять образы и повышать их стильный градус. Кстати, о распределении трат. Я уже говорила вам, что буду теперь делиться с вами полезной, на мой взгляд, информацией. И так как тема финансовой грамотности в последнее время для меня особенно актуальна, хочу рассказать вам про бесплатный мастер-класс, где инвестор с 14-летним опытом, Егор Расланов, рассказывает, как сберегать и инвестировать часть дохода. Если вы, как и я, являетесь новичком в инвестициях и никогда не приводили в порядок свои финансы, но при этом мечтаете разобраться в этом вопросе, скорее всего Егор вам зайдет. Поэтому советую посетить его бесплатный мастер-класс, где он расскажет, как привести свои финансы в порядок. Вы также узнаете, как взять свои деньги под контроль, как снизить финансовые риски и достичь своих целей в будущем. У Егора собственная школа денег, 14-летний опыт в инвестициях и личных финансах, 4 собственных бизнеса. Ну и, конечно, это не эзотерика и не рассказы про успешный успех. Егор вложил 2 миллиона рублей в свое образование по финансам и делится конкретными знаниями без воды. Поэтому, если вам интересно, переходите по ссылке под этим видео, посмотрите, когда будет ближайшая встреча и регистрируйтесь. Участников бесплатного мастер-класса ждут полезные бонусы. А мы идем дальше. И следующее, кстати, всегда актуальная, удобная обувь на лето, это лаконичные шлепки. Чаще всего это кожаные варианты. Если сегодня мы говорим об удобстве, то очень важно отметить дизайн шлепок. Любая металлическая фурнитура, как, например, на моих шлепках, которые я показывала вам прошлым летом, может доставлять дискомфорт. В идеале выбирать более простой вариант или что-то меньшего размера в роли декора. В итоге, эти шлепки я не могу носить на какие-то длинные дистанции. Приобрела себе этим летом суперудобный кожаный, вот такой плетеный вариант. Моя личная рекомендация, вот в таких шлепках ноге действительно очень комфортно. Они мягкие и за счет вот такого плетения модель подстраивается под ногу. В 2021 году особенно актуально смотрятся сандалии, шлепки с квадратным мысом. Поэтому, если хочется чего-то модного в подобном стиле, предлагаю присмотреться именно вот к таким вариантам. Эта обувь носит более элегантный характер, поэтому может дополнять любые женственные, классические или даже строгие образы. Мой любимый вариант в данном случае – это модели в нюдовых оттенках, приближенных к цвету кожи. Идем дальше. Следующий актуальный вариант удобной обуви на это лето – это эспадрильи. Здесь очень важно отметить, что это должны быть именно актуальные новые модели. Я обнаружила очень классные модели в магазине Утер Куэ. Это и эспадрильи, выполненные частями из кожи. Это и модели с металлической фурнитурой, что выглядит особенно стильно и эффектно. Вообще говоря об эспадрильях, я подразумеваю любую обувь с джутовой отделкой. Это одна из самых модных деталей этого жаркого сезона. Что касается самих моделей, к примеру, джутовая платформа выглядит гораздо актуальнее танкетки. В общем, также огромное разнообразие. В очередной раз напоминаю, что эспадрильи – это обувь, которая относится только к повседневному гардеробу. Единственное правило, которое действительно важно соблюдать – эспадрильи мы ни в коем случае не надеваем с вечерним нарядом. И вот такая подошва – это неотъемлемая часть именно летнего повседневного образа. С джинсовой юбкой, с хлопковым сарафаном, с льняной одеждой. Наверное, самый такой органичный вариант. Любые повседневные летние образы. Идем дальше. И следующий очень модный в этом сезоне вариант удобной обуви – это, конечно же, балетки. Причем удивительно, но балетки даже с закругленным мысом сегодня снова в тренде. Для того, чтобы балетки смотрелись максимально комплементарно на вашей ноге, я все-таки советую отдавать предпочтение моделям с более вытянутым мысом. Это не обязательно должен быть заостренный совсем вот такой вытянутый носок. Я бы сказала, такая золотая середина, миндалевидная форма. Она визуально делает стопу более аккуратной и даже вытягивает ногу. Все-таки, как бы не важен нам был комфорт, красота тоже очень важна. Вообще, для того, чтобы в такой обуви нам было комфортно, особенно летом, очень важно выбирать качественную модель, желательно из натуральной кожи. Ну или другой вариант – совсем легкие тканевые балетки. Идем дальше. И следующий очень модный вариант на это лето удобной обуви – это ретро-сандалии или, как еще их называют, рыбацкие сандалии. Сейчас пока мы находимся на этапе, как когда-то это было с Ugly Sandals. Кто-то уже понял, принял и полюбил, а кто-то находится в полнейшем отрицании. На самом деле, такая обувь может смотреться действительно очень стильно в сочетании с женственными, милыми платьями, например, модными платьями-парашютами. Или более романтические варианты сарафанов в цветочный принт. Помимо этого, модницы сочетают эти сандалии с брючными костюмами, с шортами-бермудами. И, по-моему, смотрятся очень так свежо и классно. А самое главное – это действительно удобно. Лично мне эта модель напоминает не только дедушкину обувь, но и сандалии из моего детства, которые я носила в детский сад. Все мальчишки тоже в детском саду носили что-то подобное. И одно точно можно сказать, судя по тому, как мы в них гоняли по дворам и как долго мы их носили. В этих сандалиях точно удобно. В Заре есть отличный вариант, прекрасная альтернатива дорогим дизайнерским сандалям. Поэтому советую присмотреться. Ну и раз я рассказала про рыбацкие сандалии, давайте тогда сразу уж обговорим все странные и не всеми принимаемые тренды на это лето. Следующий вариант удобной обуви, очень модной – это клоги. Популярность этой модели обуви только лишь растет. После показа Hermes весна-лето 2021 клоги стали практически таким must-have сезона и, возможно, задержатся с нами надолго. Клоги действительно являются одним из самых удобных видов обуви. К нам они пришли из 70-х на волне популярности всего этнического и богемного. Сегодня клоги можно носить не только с джинсами-клешей или с короткими мини-юбками, но и со строгими брюками, шортами, сарафанами и даже вечерними платьями. Идем дальше и быстренько вернемся к нормальности, к тому, что мы действительно любим удобная обувь и на это лето в том числе – лоферы. Конечно, это уже классика, никуда они от нас не денутся. На летний сезон я предлагаю присмотреться к моделям без задника. Такой дизайн здорово облегчает нижнюю часть. Все-таки такая серьезная закрытая обувь может немножко утяжелить, сделать образ более таким серьезным. А модели без задника, наоборот, универсальны, потому что смотрятся очень стильно в любых образах – и повседневных, и более таких нарядных вечерних. Я обожаю такие лоферы за их способность, к примеру, любой дневной такой расслабленный образ сделать чуть более элегантным, а более серьезные комплекты, наоборот, добавить такую легкость, современность и расслабленность. Такой парадокс. Сегодня вот такие хорошие, качественные модели можно найти не только у дорогих брендов, но и в среднем ценовом сегменте, и в магазинах масс-маркета, выполненные из натуральной кожи, с красивой, благородной фурнитурой. Тут снова приведу в пример магазин Утеркве, наверное, потому что не раз покупала там именно подобный стиль обуви, всегда оставалась очень довольна. Также похожие модели есть и в Манго, и в Заре. Постараюсь найти побольше вариантов в разном ценовом сегменте и оставлю все в описании к видео. Вообще, кстати, надо сказать, что лоферы это как раз та обувь, в которую не страшно инвестировать, если хочется чего-то такого более дорогого и качественного. Можно, кстати, выбрать самый практичный вариант, это лоферы с мягким задником, который можно при желании поднять, сдавить и, в общем-то, носить круглый год. Отдельным, наверное, последним пунктом расскажу про кроссовки и кеды. Про них обычно больше всего вопросов. Но сначала пара слов о резиновых шлепках на толстой подошве. Я думаю, что вы уже заметили, насколько популярна эта незамысловатая обувь. Конечно, это очень летняя обувь, несмотря на то, что самые модные носили такие шлепки весной в сочетании с носками, причем уже не первый сезон. Я как раз вчера в своем телеграм-канале делилась ссылкой на вот эту модель из H&M. Божественный цвет, идеальная лаконичная модель. Да, это более пляжный вариант или просто, в принципе, вариант для жаркого климата, где можно просто прыгнуть в такие шлепки и пойти в город по делам. К примеру, на Кипре это будет совершенно нормально. Ну, на мой взгляд, эти шлепки вообще, в принципе, смотрятся супер стильно. В последнее время такая обувь стала настолько популярна, что разные бренды, масс-маркеты стали выпускать резиновые шлепки с очень такой красивой фурнитурой, с заполнительными деталями, декором, в очень приятных модных оттенках. Я, например, хочу выбрать что-то пастельное. В масс-маркете такая обувь стоит от 12-15 евро, поэтому, как один из вариантов удобной, стильной обуви на это лето, очень рекомендую себе приобрести. Снова прыгаем. Привычная, красивая, женственная. И давайте поговорим о каблуке. Все-таки удобная обувь, это не только обувь на плоском ходу. Каблук к каблуку рознь. В моем гардеробе, к примеру, есть обувь на маленьком устойчивом каблучке, носить которую гораздо приятнее, комфортнее, чем некоторые экземпляры на плоской подошве. Поэтому, так как по-прежнему актуальна обувь на каблучке-рюмочке, на небольших каблуках в виде геометрических фигур, например, цилиндр, толстые устойчивые каблуки, советую все примерять и уже отслеживаться и ощущения. Я, к примеру, советую присмотреться к модным мюлям на каблуке. Пусть это будет совсем небольшой каблучок, но передняя его часть будет именно достаточно такой широкой. Сейчас такие варианты есть повсюду. Это, опять же, могут быть стеганые модели или немного такие дутые. Квадратный мыс, кстати, это не только актуально, но и удобно. Повторюсь, все примеряйте. И если нужно, берите на пол размера больше, как это делаю я, к примеру. Ну и теперь о кроссовках. Конечно, самая удобная обувь и также всегда актуальная – это кроссовки и кеды, особенно в летний период. Какие модели сейчас особенно актуальны? Что в моде? Рассказываю. Ну, во-первых, всевозможные олдскульные кеды. Начиная от конверсов, заканчивая классическими белыми минималистичными кедами. Носим их абсолютно с любой летней одежды, с денимом, брюками в пол, с короткими летними платьями. Очень такая красивая эстетика, которая привлекает сегодня очень многих модниц и модников. Если говорить о кроссовках, очень актуальны сегодня модели с контрастными вставками. Чаще всего это замшевые фактуры, поэтому если любите акцентную обувь, это ваш вариант. Популярные кожаные модели кроссовок с дырками. Немного такой ретро-вариант. Во-первых, очень практично летом, во-вторых, смотрится действительно очень интересно. Классические кроссовки, ну, в средней массивности. Не слишком огромная платформа, но тем не менее она есть. Такая база, не уходящая годами. Ну и немножко футуризма тоже добавим. Такие причудливые, необычные, странные. Подойдут для всех ценителей ugly fashion. Подытожие, все-таки добавлю, что, наверное, самый идеальный вариант на это лето, это наши любимые белые кеды. Какое-то время мы их отодвинули на задний план, но сейчас они снова возвращаются. И они очень красиво, стильно дополняют любой женственный летний легкий образ. Поэтому, если немного устали от всего такого массивного, мускулинного, то это вот прям идеальный вариант. Лично я себе на это лето такие кеды уже обновила. Так, теперь Тони, которая записывает видео во вторник, передает слово Тони, которая записывает маленький отрывок в пятницу. То есть сегодня. Такая Тони из будущего. Девочки, только что я определила очередную победительницу. Ею оказалась Виолетта. Если я не ошибаюсь, Виолетта поздравляю. И я с вами свяжусь. А победительницей сегодняшнего розыгрыша я пошлю свой любимый блеск для губ от Clorans. Для этого, я напомню, нужно всего лишь быть подписанной на мой канал, поставить лайк этому видео, оставить комментарий внизу, подписаться на мою страничку в инстаграме. И все. На этой радостной ноте я буду заканчивать. Спасибо вам огромное за просмотры. Всем желаю прекрасных выходных. Обнимаю вас всех. И до встречи в следующем видео. Всем пока. Пока.